Девочка-пай 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 Если вы хотите менее соленый продукт, тут в конце солишь, если хочешь более соленый продукт, то в начале. То есть, еще раз, когда продукты уже у вас варятся, если вы хотите создать эффект такой меньшей солености продукта, то соль мы кидаем в сам конце. Честно, я не знаю. Узнаю. Я не знаю. Все, в помидор черри добавляю салат. Он уже помытый и готов к прикреплению. Сколько хочешь, в принципе. Класс. Я обожаю рукаву и добавляю ее часто в салаты и даже просто так кушать офигенно. Остренькая, свеженькая и полезная. Рах! Кладем. Ау! Ну да, достаточно. То есть, Макс, я как понял, здесь салат такой легкий, там, естественно, нет никаких жиров. Да, да. Даже йогурт мы используем. То есть, это чисто клетчатка, ребят. Клетчатка, Люба, я думаю, подтвердит, очень хорошо помогает для усваивания белка. Да, если у вас, ваше питание настроено на жиросжигание, в вашем рационе много белка. Но белок, Люба, деду Рубит, скажешь, да. Белок, жир, небольшое количество желательно правильных углеводов. Углеводы, это как раз плетчатка. Белок и тосминожки. Белок и тосминожки. Вот. Перед подготовкой я нарезал на слайсере морковь. Вау! И замочил ее в воде. Это надо показать на самом деле вообще. Выглядит просто... То есть, у нас получились такие завитушки. Я думаю, вы можете тарелки показать, когда вы не мочились. Вот. Вы, думаю, можете использовать простую экономку для создания вот такого вот эффекта. Что такое экономка? Макс, Макс, Макс. Картофель чистка. Да, картофель чистка. Да, картофель чистка. Я кидаю? Смотрите, ребята, кидаем, 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 кидаем. Так, камило в воде нам лишнюю влагу надо удалить. Уменьш просто. Да, убирать. Назад. И заработать. И перемешать. Вот. Удаляем влагу. Что-то мне даже так жалко, что перемешать, они живые когда-то. Вообще. Когда-то, да. Когда-то, да. Сколько здесь примерно? Аккуратно. Это одна морковь? Здесь половина морковь. Половина морковь. Аккуратно перемешаем. Смотрите, сколько у нас воздушности стало. И яркость, да, салатик? Да. Весенний. Такое настроение. Отдельно приготовим соус. Да. Йогурт. Сколько мы не кладем? Ну, ложечку возьми. Так. Одни ложку. Йогурт. Йогурт обезжиренный, не сладкий. И выжимай лайк. Возьми ложку и чуть-чуть жидкости из пунца. Прям чуть-чуть. Хорошей. Все. И перемешать. Однородный морковь. А почему жидкости из пунца? Ну, потому что мы используем, да, мы используем продукты. Зачем, если жидкость вкусная, зачем ее выливать, если можно ее использовать в соус. То есть это не масло? Это не масло. Это не масло. Да, собственно. То есть получается даже такая небольшая экономия. Вам не нужно тратить деньги на какие-то там супер-соусы. Осьминожки у нас сварились, мы выключаем. Варились они 5 минут. Они должны поменять цвет? 5 минут. Нет, цвет они вообще не меняют. Я перекладываю. Перекладываю. Розовыми. Это что значит? Мы их переварили? Нет, они готовы. То есть это как-то любой мой продукт. Привет. Я перекладываю почти жидкость. Без жидкости. Без жидкости. Без жидкости мужских. Да. Все. Осьминожки у нас сварились. Салат практически готов. Сделаем сейчас еще один соус. Второй. Для этого нам потребуется емкость, консервированный тунец, шпроты, лайм и йогурт. Что мы сделаем с тунцом? Тунец выкладывай в тару. Полный. Здесь баночка примерно. Весит сколько? Попадает? Угу. Нам не нужен он целый. Ну, сделаем. Провод. Побольше. Отлично. Все. Отжимай тунец от сока. Чтобы у нас соус не получился слишком жидко. И помещаем его туда. Честно, я первое жидкость выжимаю. Вы когда-нибудь выжимали тунца? Да. Так. Так. Бери пару в рот. Намечай тару. Ну, еще. Все. Все. Примерно такое значительное, потому что, как мы делаем это первую жизнь. Очень вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. Уже сейчас. Солим это все. Сколько соли? Примерно две щепотки. Угу. Так. Я разрежу и тебе позволю выжить. Бежонок. Довольно покываем. У меня сегодня бежонок. Я все соки выжимаю. Ха-ха-ха. Класс. Все. Выкидывай. Все. Я это сейчас все перебью. Блендерим. До однородной массы. Похоже, что я на лекарстве. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ребята, это реально похоже на протеиновые акции. Ха-ха-ха. У нас, у Качков, черт, все одно в голове протеинка, спать моя вещь. Нет, давайте, кстати, какие-нибудь протеины. Все, возьмите вилочки, ложечки. Вилочки, ложечки. Попробуйте, как оно у нас получилось. Замечательно. Солох. А вот вы пока не попробуете, а мы попробуем. Ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Боже. Ха-ха-ха. Ты человек вообще, нет? Фантастик. Все. Это вообще, слушай. Начинаем сервировать наше блюдо. Да, понимаем. Смотрите. Вот это соус сразу. Ха-ха-ха. Подождите. Выкладываю, смотрите, внимательно. Выкладываю на центр тарелки наш соус. Я снова в детство попал на что-то новое для меня. Это вкус детства, да? Это вкус детства, да? Это вкус детства. Так, выкладываем на него наши осьминажки. Ну, в 90-х такой еды правда не было, но не важно. Ну, шпроты были всегда. Ну, шпроты были всегда, да? Ну, такие. Мы вот не пили вкус детства. Да. Надеюсь, что она может. Так. Дальше. Берем наш салат. Волшебные вот эти вот моменты вот это вот. Такое магическое что-то. Правда. Забираем. Боручку. Надо пересмотреть Гарри Поттер. Да, да, да. Смотри, что тут красота. То есть это как секретики. Макс, объясни. Представляешь, ты подашь это какому-то, не знаю, клиенту. Какой-то путь есть, это красиво. Это, ну, реально есть. Это жалко даже. Да. Это не жалко. Это вкусно. Вот. Вообще. И поливаем вот этим соусом, который сделали. Да, ребят. Вот как с таким шеф-поваром не приходить к блину? Я даже не знаю. Да, ребят. Все. Блюдо у нас готово. Китайского здоровья. Приятного аппетита вам. Можете приступать. Берите вилочки. Да. Ну что, я отдаю пальму первенству прекрасный Алишкевич. И сейчас она готова. Вы готовы? Можешь все это перемешать. Красиво, как это может перемешать? Сейчас я зацеплю. Зацеплю. Асьми ножны. Сотни. freaking. Сотни. Дайте примере. Сотни. Сотни. Нужно лицо. Вот не эмоции. Кальпик. Как рождалась пить? Пойдет. Пойдет? Пойдет. Я чувствую себя витоминкой. Сытой, довольной. Очень вкусно, Макс, рад, что вам понравилось. Теперь у меня есть новое блюдо. Новое блюдо, которое вы можете пойти в магазин и купить продукты, подготовить это с друзьями. Кстати, скажи, пожалуйста, вот примерно по стоимости продуктов, сколько вы в целом и строили в этом блюде? Если честно. Честно говоря, фразы пойдут по-разному. То есть, если вы покупаете в одном магазине, то на этом это у вас будет одна. Ну, средняя цена, но вот я не хочу дома, например, сделать себе такой салат. Ну, 100 рублей его лучше. Ребят, вы слышали? И это 100 рублей здоровья, правильное питание, все ингредиенты натуральные. Классная фигура, хорошее настроение, главное вкусно. Очень вкусно, правда. Очень вкусно. Здоровое питание реально может быть вкусным. И недорогим. И, кстати, для многих, наверное, это важнее, чем вкусный. Ну, да, 100 рублей у вас получается одна порция. Ну, если вы же не покупаете, то... Не, ну, понятное дело, но все равно 100 рублей и вот такое счастье, здоровье. Это просто супер. Ну, в общем, Макс, спасибо тебе большое, это было очень классно. Ребят, правда, мы на югами. Пробуйте, это действительно не сложно, это быстро, это доступно и наслаждайтесь. Полезно. Макс, спасибо большое, это было очень вкусно. Ребят, это была передача «Вкусный фитнес». С вами был Дмитрий Рубин, а также... Любовь Рубинский. Мы вкусно приготовили, вне кадра мы это вкусно съедим. Я думаю, потом вы увидите в интернете наши отзывы об этом прекрасном блюде. Вот, а мы с вами прощаемся, до новых встреч, приятного вам аппетита, здоровья, удачи и, главное, что, хорошего настроения. Здоровья. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok